Доброго времени суток, друзья мои! Давно я не выкладывал никаких видео, да и вообще ничего интересного. Давайте я выложу в этот раз пасхалки. Ну таки раз обещал, как говорится, а их сделать, значит надо делать. Ладненько, поехали. Как вы уже могли догадаться, первыми станут пасхалки по игре Крылья Свободы. Хоть я и обещал сделать пасхалки в первую очередь по нове, скоро они выйдут, кстати говоря. И там будет, кстати, даже одна интересная, очень интересная пасхалочка из Лотва, которую я не заметил. Ну ладно, поехали. Что ж, давайте посмотрим самое начало и в первой миссии нас встречают слова Shell Not Pass. Это отсылка к великому фильму Властелин колец, ага. Я думаю, вы помните знаменитую фразу Гендальфа, ты не пройдёшь. Ну, собственно, можете в ролике посмотреть. Ты не пройдёшь! А правда, в русской версии эта отсылка теряется, ибо перевод такой перевод. Ммм, да, забыл. Самое первое, что вы можете сделать в игре, это ввести две команды. Ну и, собственно, повеселиться. А именно, слэш-дэнс и слэш-чирс. После введения команд, наши друзья либо потанцуют, либо вообще стрелять начнут. Работает это не только с морпехами, танцевать умеют многие юниты. Пройдя чуть дальше, мы видим плакат «Менск лжёт». А пройдя ещё немного вперёд, увидим автора, который хотел написать «Эй, Менск, на*** тебя». Но беднягу застрелили, ибо цензура в играх такая цензура. Рядом с этим беднягой на здании установлен грузовик. Он олицетворяет Омтимуса Прайма, предводителя трансформеров, как сказал один мой друг. Видимо, хозяин магазина поймал его и посадил на крышу, а на его боку написал «Большое папочка. Топливые пушки Броудерса». Хотя, знаете, лично мне он напомнил тягач из фильма «Космические дальнобойщики». Ну что, по-моему, похож. Чуть левее есть заправка фирмы Тошес. А ссылка ли это к Тошу, или всё-таки к заправке Тошес из «Звёздных войн»? Кто знает, решайте сами. Будь добры, отведи этих двух дроидов в гараж и почистить их до обеда. Но я собирался на станцию Тоши забрать силовые преобразователи. Будешь бездельничать с друзьями, когда выполнишь работу по хозяйству. Давай, приступай к делу. А ещё недалеко отсюда расположен плакатик про... настоящих мужиков. В общем, поехали дальше. В первой части игры была «Собака-взрывак», а тут она тоже есть. Если вы кликните много-много раз на Лойота... Кстати, Лойот-Койот. Похоже. Так вот, если кликнуть много раз, то будет большой такой бум. Кстати, взрываются не только пёсики, но и, например, крабики. Чёрт, какой ты жестокий сегодня. Ладно, пора уже к чему-то более сурьёзному переходить. И поможет нам в этом Туренейч. Он любит много болтать. Но ведь нам главное подойти и познакомиться. Эй, ты куда, чувак? Давайте постучим, что ли? Раз. Два. Три. Эй, эй, ну чё так сразу-то? Хорошо же болтали. Ладно, свидимся ещё, ибо посещать он у нас будет довольно часто. Вокруг Гибриона, например, полетает. Да и по открытым картам тоже. Кстати, если не стучаться к нему три раза, то он не улетит и в гости к нам залетать не будет. А, и ещё кое-что. А некоторые, например, считают, что сам туалет является отсылкой к Тардис из сериала Доктора Кто. Там главный герой тоже путешествует в небольшом объекте, правда, в телефонной будке, а тут сар... Ну, вы поняли. В миссии эвакуации, где на нас наступает бесконечное полчища зомби, мы можем найти отсылку к игре Half-Life. Прячется она в монологе Рейнера. Как только наступает второй день, он говорит... Проснитесь и пойте. Теперь наша очередь задать им жару. А теперь послушайте фразу Джиммена в начале игры. Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Как по мне, сходство очевидное, кстати, как в английской, так и в русской версии. Ух, и горячо же тут. А, видимо, поэтому на праздник тепла и радости залетел сюда Диабло. Ну да, видимо, он любит купаться в лаве и... Греет она его тёмную душонгу. На миссии, где мы отбиваем у протусов Таразин, нам попадаются две пасхалки. Первая очевидная — это маленький Мурлок Марин, который решил спрятаться на скалах и понаблюдать за нами. А вторая не столь очевидная. Для того, чтобы её разгадать, придётся обратиться к фоторазработчикам. Как оказалось, на роль Голиафа и всех его вариаций решили взять лицо одного из ведущих проектировщиков уровней в компании Близзард, а именно Дастина Боудера. Как по мне, вышел он вполне прилично. Кстати, вы же помните весельчака Игана Стэтмана? Ну, это тот учёный, который вечно в лабораториях сидел. Бедняга Ашки шит пасхалками. Во-первых, его имя — Иган. Так звали одного из охотников за привидениями. Ну, надеюсь, это вы хотя бы помните. Подняв глаза с именной таблички, вы увидите рубашку. Она прямо-таки усыпана ордынскими логотипами. Ой, стоп, а что это за синие бутылочки? А, ну да, как я мог забыть. Это же Энергетик от Близзард. Почему Энергетик? А вы Игана-то слушали? Он точно по чем-то, всегда весёлый и на нервах. Ну, я надеюсь, вам на сегодня хватит? Да, мало, но это только первая часть, их будет много, поэтому увидимся в следующих частях. Ага, всем пока. Надеюсь, скоро. Загадывать не буду, ну, короче, ладно, пока. Работает это не только с морпехами, танцеватыми... Рядом с беднягой, а на его боку написал... Баль... Да вы задолбали ездить за окном. Почему я должен из-за вас переозвучивать? Б*** ты. А ещё недалеко тут расположен прок... Ладно, пора уже по... Кстати, вы же помните весельчака Игана Стэтмана? Боже, да кто там ездит вообще? Какого хрена? Уже три часа ночи, должны все спать давно. Ладно. И небольшой постскриптум. Я в курсе, что эти пасхалки сделал каждый, кто только мог, хотел, не хотел, и их нету, собственно, только у ленивых. Ну, как у меня, например. Я всё это понимаю, но я решил сделать их не просто так, а потому что я решил собрать вообще все пасхалки, которые есть по этой игре. Ну, по крайней мере, которые нашёл я на всех просторах интернета, как российского, так и зарубежного. Плюс я знаю, что их очень много, поэтому... Короче, я не знаю, я надеюсь, вам понравится. Их будет очень много, и я расскажу то, что не рассказал Элкин, или не увидели вы где-то в других видео. В общем, дорогие друзья, приятного просмотра, всем спасибо и пока.